Приветствую всех на канале Gorillaz Channel. Сегодня я хочу познакомить вас с недавней новинкой от компании Bertucci, а именно новой линейкой полевых часов, которая называется Bertucci A2R Feld, и которая также, как и первые армейские часы 60-х годов, выпускается в монолитных пластиковых корпусах. Для начала немного исторической справки. В 1964 году Пентагон опубликовал новые требования к армейским наручным часам, получившим название стандарт MILW46-374. Это были простые, недорогие полевые часы, которые использовались в первую очередь в пехоте. Пластиковые версии выпускались компаниями Benrus и Westclox до 1975 года. Затем пластиковые корпуса вернулись к армейским часам только уже в 1985 году. И вернулись они вот на такой модели, которая была выпущена по обновленному армейскому стандарту. И модель называлась Stoker Yale 184. Это достаточно известная модель армейских часов, отвоевавших в кавычках первую персидскую компанию. Именно она стала прототипом для коммерческого аналога, который сейчас выпускается компанией Tracer под названием Tracer P59-200 Military Type 3. Что ж, компания Bertucci также решила возродить забытые армейские пластиковые корпуса, но привнеся свою лепту в дизайн. Именно так появились часы Bertucci A2R Feld. Говоря о своей лепте в дизайн часов, я имел ввиду следующее. Дело в том, что армейские часы, выпускавшиеся в 50-х и 70-х годах, имели свой весьма специфический и очень отличающийся от современных циферблат. Вот сейчас у меня в руке часы, которые называются Bertucci A2T Vintage. И они являются абсолютно полной копией, по крайней мере, по циферблату именно тех часов, которые выпускались в 60-х годах. Обратите внимание на этот округлый шрифт, обратите внимание на двойную градуировку циферблата, то есть мы видим 12-часовую и 24-часовую, на весьма специфической формы стрелочки, они в виде маленьких таких мечей. Секундная стрелочка у нас выполнена в виде стрелы. Обратите внимание на эти треугольные часовые отметки, которые покрыты светящимися метками. Именно это и являлся, именно такой дизайн и являлся стандартом для армейских часов, повторюсь, 50-х и 60-х годов. Компания Bertucci в новой своей бюджетной линейке сделала циферблат немного иным, чуть-чуть модерновым, но, на мой субъективный взгляд, часы от этого не пострадали. Что ж, давайте перейдем к более детальному рассмотрению часов новой линейки Bertucci A2R. Итак, корпус часов у нас отлит из прочной и немного шероховатой на ощупь полирезины. Это особый вид пластика, который устойчив к UV-излучению. Это означает, что вы можете не беспокоиться за то, что со временем он выцветит на солнце. Кроме того, этот пластик устойчив к химическому воздействию. Ну, конечно, без фанатизма, купать в серной кислоте я бы часы не советовал. И соли, а это означает, что вы, в принципе, абсолютно спокойно можете использовать эти часы во время морских прогулок. Кроме того, полирезина экологически безвредна, гипоаллергенна и теплая на ощупь, что весьма немаловажно в зимнее время, поскольку, согласитесь, часы со стальным корпусом не всегда приятно носить, особенно зимой. Давайте немного технических характеристик, спецификаций и размерностей корпуса. Итак, корпус у нас составляет в ширину 40 мм, в длину он у нас 49,5 мм, высота часов весьма невелика, она у нас составляет 13,5 мм. Циферблат в диаметре у нас 32 мм. В пластиковом корпусе у нас находится японский кварцевый механизм от компании Miota. Если кому-то будет интересно, механизм у нас носит индекс 2035. Точно такой же механизм у нас установлен на часах компании Bertucci. Как мы видим, они очень похожи по дизайну. Однако, эта линейка, которая называется A2S Ventara, выполнена в стальном корпусе и весьма существенно отличается по весу от новой линейки, выполненной в корпусах из полирезины. Что ж, мы видим, что аналог такого механизма у Bertucci уже имеется. Итак, стекло у нас обычное, закаленное, минеральное и, в принципе, весьма устойчивое к царапинам. Хочу также обратить ваше внимание на то, что оно не выпирает за пределы безеля. Более того, находится в углублении где-то порядка, наверное, полтора миллиметра, то есть вниз. Это означает, что даже проведя рукой вдоль стены, в принципе, вы можете не волноваться за появление царапин на стекле, если вы столь неаккуратны во время носки. Отдельным упоминанием у нас заслуживает заводная головка. Как мы видим, она у нас прикрыта вот такой вот красной, стандартной для всех часов Bertucci чекой. Эта чека у нас предохраняет заводную головку от того, чтобы быть утопленной и от того, чтобы механизм начал действовать. Таким образом, Bertucci у нас заботится о том, чтобы до конечного пользователя часы у нас дошли с максимальным зарядом батарейки. Как вы видели, я вот только что извлек чеку, топил заводную головку и часы у нас начали свой ход. В отличие от всех других часов от компании Bertucci, на данной модели у нас заводная головка не завинчивающаяся. И этим обусловлена небольшая водозащищенность часов, которая составляет 50 метров. 50 метров это означает, что вы не можете в этих часах нырять, но абсолютно спокойно можете в этих часах вымать руки и при необходимости, например, побултыхаться где-то на поверхности реки или моря. В принципе, это они выдержат, но не боли. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Отдельного упоминания у нас заслуживает браслет. Он отменнейшего качества. Возможно, чуть попозже мы сделаем по нему специальный обзор. И уже сейчас я могу сказать, что этот браслет ничем не уступает браслетам, которые носят название Maratak. Действительно используется в армейских часах. Здесь используется точно такой же жесткий пластик. Точно такая же отличного качества фурнитура. Как мы видим, здесь даже внесены свои изменения. Вот такие две толстые строчки. Как мы видим, они оберегают браслет от того, чтобы быть случайно расстегнутым. Отдельно еще следует вернуться, наверное, к циферблату часов. В принципе, он высококонтрастный, легко читаемый. Как мы видим. Стрелочки часовая, минутная и секундная у нас покрыты светонакопительной подсветкой Swiss Super Aluminous. Дайте мне буквально пару секунд. Я сейчас продемонстрирую, каким образом она ведет себя в сумерках. Вот, как вы видите, на других моделях. Ну вот, можно увидеть, что часовая, минутная и секундная стрелочка у нас более яркие. Сами часовые отметки немного тусклые, но, в принципе, весьма неплохо читаются. Представленные вот сейчас на видео часы, это далеко на самом деле не вся палитра именно этой линейки. Существует великое множество вариаций, как по отличию самого цвета корпуса, так и по отличию еще и дополнительному циферблату. Что касается ремешков, то они представлены в трех стандартных цветах, то есть черный, койот и фолиэтч грин. Что ж, давайте я, наверное, сейчас сниму ремешок, чтобы мы могли рассмотреть обратную сторону часов. Ну, как мы видим, процесс смены или просто съема ремешка занимает минимум времени. Итак, дань традиции армейским часам и также всей линейки часов от компании Bertucci это монолитные шпильки, которые являются одним целым со всем корпусом. Это придает дополнительную прочность всей конструкции. Вы можете не опасаться за то, что подпружиненные шпильки в самый неподходящий момент сломаются или вылетят. Итак, с обратной стороны у нас корпус прикрыт завинчивающейся стальной крышкой, на котором нанесены следующие обозначения. Марка компании Bertucci, марка линейки A2R. Здесь у нас указан тип батарейки, 626 батарея. Сама компания гарантирует, что она останется работоспособной в течение трех лет. Кроме того, у нас на часах написано все честно и откровенно о том, что используется японский механизм, но корпус сделан в Китае, подсветка Swiss Super Luminous и водозащищенность 50 метров. То, о чем я, собственно, и говорил. Итак, давайте резюмируем наш обзор. Так же, как и самые первые армейские часы, Bertucci A2R Feld отлиты из цельного куска пластика, включая ушки ремешка. В них просто нечем ломаться. Простой и надежный кварцевый механизм, легко читаемый циферблат и отличнейший ремешок. Вся линейка Bertucci A2R Feld это отличный выбор бюджетных часов для рыбалки, охоты, загородных вылазок и путешествий. В нашем магазине Gorillaz.com.ua Эту линейку часов от Bertucci A2R Feld вы можете найти по цене 67 долларов. Если у вас остались какие-то вопросы по часам Bertucci A2R Feld можете задавать их в комментариях под этим видео. Будем рады ответить на них. Будем также рады видеть вас в нашем магазине Gorillaz.com.ua и всего наилучшего. Счастливо. Пока.